Павловск Павловск – это пригород Санкт-Петербурга, расположенный на реке Славян. Сегодня это место паломничества тысячи туристов, и это неудивительно. Достопримечательности Павловска поражают воображение своим разнообразием и великолепием. Все они сосредоточены на территории Павловского парка, крупнейшего паркового комплекса не только в России, но и в мире. А Павловский дворец, расположенный в его центре, сегодня считается не только одним из самых ярких образцов русского классицизма в архитектуре, но и наиболее светлой и уютной императорской резиденцией. Вместе они образуют Государственный музей-заповедник Павловск. Во время Великой Отечественной войны Павловск находился в немецкой оккупации. Павловский дворец был ограблен и подожжен. После окончания войны реставрационные работы в Павловске продолжались в течение 30 лет. Подлагаю ознакомиться с интерьерами самой уютной резиденции монархов в окрестностях Петербурга. Итальянский зал является композиционным центром Павловского дворца. Зал украшает шикарная люстра со страусами, хрустальными перьями. Настоящий шедевр! Кроме того, это помещение знаменито тем, что здесь нет окон, и лишь на потолке посередине есть небольшой стеклянный купол. Итальянский зал по периметру украшен античными скульптурами. Они были привезены из Италии еще в XVIII веке. И именно поэтому помещение так и назвали Итальянский зал. Первое помещение – Малый кабинет императора. Его украшает великолепный портрет прадеда Павла Петра Великого. Огромное зеркало и красивейшие императорские часы, украшающие Малый кабинет Павла I. В библиотеках Росси по центру библиотеки находился большой овальный стол для занятий на 20 персон и два дугообразных стола полушкафа. Кроме того, в ансамбль входили 36 стульев, обитых зеленым софьяном, и лесенки-банкетки для удобства пользования шкафами. Мебель по проекту Росси была выполнена из волнистой березы с резными накладками, окрашенными под античную бронзу. Зал войны получил свое название благодаря украшениям, выполненным в виде предметов древнего оружия. Позолоченные щиты, мечи и кольчуги в забиле украшают комнату. Греческий зал легко узнать по античным колоннам из зеленого мрамора. Это один из самых больших и самых красивых залов Павловского дворца. В греческом зале проводились балы и парады. На окнах занавески XVIII века, вышитые французскими мастерами вручную. На изготовление одного квадратного метра такой ткани в то время у ремесленников уходил примерно год. Греческий зал украшен скульптурами, канделябрами и большим количеством позолоты. Субтитры создавал DimaTorzok Зал Мира расположен симметрично залу войны по другую сторону греческого зала и открывает южную анфиладу парадных комнат Марии Федоровны. Архитектурные объемы и расположение элементов декора в точности являются отражением зала войны, отличаясь лишь тематикой лепного-резного декора. Библиотека императрицы Марии Федоровны. Как и в ковровом кабинете, главными украшениями этой комнаты являются французские ковры, подаренные Людовиком XVI. По периметру библиотеки стоят невысокие шкафы с книгами, а на них великолепные мраморные скульптуры. Они были созданы в Италии в конце XVIII века и сразу же заняли свое место здесь, в библиотеке Марии Федоровны. Будуар – одно из самых богатых украшенных помещений в Павловском дворце. Центральное место композиции будуара занимает письменный стол императрицы Марии Федоровны, великолепные секретеры и прочие предметы убранства в стиле ампир. Перед камином – шедевр русского фарфора, круглый стол с фарфоровой столешницей, на которой изображены виды Павловска, Петербург, императорский фарфоровый завод. Парадная спальня. Украшением этой комнаты, конечно же, является огромная кровать, на которой, кстати, никто никогда не спал. Это исключительно предмет роскоши и демонстрации богатства императорской семьи. Над кроватью великолепный балдахин, живописный потолок и чудесная люстра. В оформлении парадной спальни много золота, смотрится она очень богато. В комнате находится еще одна примечательная вещь – фарфоровый туалетный прибор с зеркалом. Это подарок французского короля, которым императрица не пользовалась. Получив этот чудесный прибор, она сразу же велела запаять его под стеклом. Так он и хранится до сих пор. Картинная галерея, созданная как парадный приемный зал, галерея являлась и своеобразной финокотекой дворца, демонстрируя гостям художественные вкусы его владельца. Собирание коллекций и устройства домашних музеев было весьма характерно для XVIII века, особенно для представителей императорского дома и высокопоставленной русской знати. Светло-зеленые стены не имеют отделки, чтобы не отвлекать взгляд зрителя от картин, которые заполняют простенки. Живописный эффект усиливается декоративной росписью плафона, где помещены три композиции. Живописный эффект усиливается декоративной росписью плафона, где помещены три композиции. Продолжение следует... ... ... ... ... Тронный зал Тронный зал – это самое большое помещение Павловского дворца. Этот зал является ярким образцом стиля архитектора Бренны. Первоначально здесь проектировалась столовая. Этому назначению соответствует тематика декоративной лепки. В дальнейшем планируется реконструировать тронное место с троном. Сейчас здесь выставлены два столовых фарфоровых сервиза на центральном столе Парижки сервиз, на боковых столах – золотой сервиз. Дворцовая церковь по проекту архитектора Бренны занимает отдельный полутораэтажный корпус, примыкающий к кавалерскому залу, с которого можно выйти на хоры церкви, представляющие собой балкон-лоджию, предназначались для владельцев дворца. Здесь находилось императорское тронное кресло. Наиболее именитых гостей, которые входили сюда из предцерковной галереи, как называли официально, «Кавалерский зал». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok